Песочница, дамская ручка и мыльный камень Все делали из камня, даже иногда из чугуна. Это были довольно-таки тяжелые предметы. Но нам с вами известно преспапье в другом виде. Наверняка вы видели подобные предметы на каких-то канцелярских столах, на встречах глав государств. Они там используются до сих пор. Такой предмет уже использовался, он тоже называется преспапье, и он уже использовался для того, чтобы высушивать чернила. В 19-м, в начале 20-го века. Тогда люди еще не знали, что такое шариковая ручка и писали чернилами. Писали, как правило, перьевыми ручками или перьями. Чернила высыхали довольно-таки долго. Поэтому люди применяли промокательную бумагу. Преспапье надавливали и нажимали на промокательную бумагу и ускоряли процесс высыхания. Промокательная бумага, она появилась относительно недавно, буквально в конце 19-го века. До этого люди тоже как-то высушивали текст. Для этого использовался кварцевый песок. Его хранили в специальных сосудах, песочницах. Поэтому на каждом канцелярском столе стояла маленькая песочница. Но вернемся к нашей красивой, изящной ручке. Вот она такая утонченная, украшенная цветочной росписью. Такие предметы, преспапье, они, как правило, были в форме каких-то фигурок. Это могла быть черепашка, могла быть лягушка или еще что-то. Они выглядели довольно-таки декоративно. Данный предмет сделан из мыльного камня. Чаще всего этот камень еще называют жировик. Благодаря его такому интенсивному блеску. Минерал очень интересный. Это самый хрупкий, самый поддающийся какой-то обработке минерал. Если, например, алмаз это самый твердый минерал, то талькохлорид или жировик, иначе, это самый мягкий, пластичный материал. Из него очень часто делали какие-то фигурки. Иногда делали домашнюю утварь. Месторождение этого минерала находится практически по всему земному шару. Они есть и в Бразилии, и в Африке. Одни из самых крупных находятся в Финляндии и Карелии. Это довольно-таки твердый предмет. И можно сделать вывод, что, скорее всего, он был сделан из камня, который добыли либо в Карелии, либо в Финляндии. Дело в том, что чем южнее находится месторождение талькохлорида, тем более пластичный, более мягкий материал. А чем севернее, тем материал более твердый.